В израильском городе Афула отметили День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Вечер прошел в Азербайджанском культурном центре, а его организаторами выступило руководство Международной ассоциации Азиз. Наталья Кравченко расскажет подробнее. Годы правления Гейдара Алиева – это эпоха расцвета традиционной еврейской жизни в Азербайджане. Евреи открыто отмечали праздники и соблюдали традиции. В Багу работал цех Мацы. В Песах пластинками из муки и воды лакомились не только евреи, но и их соседи – азербайджанцы и русские, называвшие Мацу еврейским печеньем. С работой тоже проблем не было. Азербайджан – родина первых советских кондиционеров. На Бакенском заводе по их производству 80% сотрудников были евреями. На этой встрече всегда бывает много грустных и радостных воспоминаний. Люди делятся своей памятью о годах и в советском Азербайджане, которым руководил Гейдар Алиевич. И те, кто не уехали до развала СССР, вспоминают, как его встречали, когда он вернулся в Азербайджан. Дело Гейдара Алиева живет и сегодня. Его именем назван благотворительный фонд, во главе которого стоят невестка и внучка бывшего национального лидера Азербайджана. В прошлом году организация поддержала совместный с израильским посольством проект – установку туристических указателей в поселке Красная Слобода – традиционном месте проживания горских евреев. Информационные таблички помогают определить и легко найти туристические, исторические, культурные, религиозные, архитектурные достопримечательности в поселке. Я надеюсь, что память об этом великом, я не побоюсь этого слова, по-настоящему великом человеке будет долго находиться в памяти жителей как Азербайджана, так и Израиля. И большое спасибо обществу Азиз, которое не забывает своих соотечественников, бывших соотечественников на их, так сказать, новой родине. Ассоциация «Азербайджан-Израиль» регулярно проводит во фуле мероприятия, посвященные памяти Ейдара Алиева и его заслугам перед еврейским народом. В 2015 году, накануне 92-ю годовщины с дня рождения бывшего азербайджанского лидера, Азиз установила в городе его бюст. Организация существует 15 лет и с первого дня служит мостиком между двумя странами, а ее мероприятие – это площадка добрых знакомств и дружбы двух народов.